Подъемная сила на Радиомир. Годится. Надо брать. Сегодня делимся своим опытом. Мы, в общем, делимся им всегда, но сегодня это будет делать Алексей Кулачков, и принес он занятный гаджет. Принес я гаджет, о котором все знают, о котором часто говорится в социальной рекламе, по телевидению, в газетах. За это отдельное спасибо ребятам из МЧС. Но многие его обходят стороной, а я покопался глубже и понял, что очень полезная штука, Палыч. Я никогда не знал, ну, коробочка и коробочка. Но говорят, что надо ставить и надо, да? А никогда думаешь, да, ну что, чего, зачем это надо? А сейчас, когда грянули морозы, минус 14, да? У меня, например, у бабушки в деревне там многие отапливают, ну, как придется, да, не у всех стоит. Но дровами, видимо. У некоторых и печи стоят, да, до сих пор. Поэтому вещь нужная, а где-то может замкнуть проводку. Объясню, почему нужная и почему рабочая. Во-первых, она относительно дешевая. Я обнаружил, что пожарный извещатель в среднем стоит порядка 10 рублей. Леш, пока ты не разогнался сильно, я бы хотел предложить нашим слушателям поучаствовать в уникальном событии. Впервые в этой рубрике у нас состоится розыгрыш одного пожарного автоматического пожарного извещателя. И происходить он будет следующим образом. В нашем вайбере плюс 3, 7, 5, 2, 9, 107, 11, 88. На протяжении вот рассказа Алексея мы ждем ваши ответы на один простой вопрос. В каком... Где, да. Где нужно прикреплять автоматический пожарный извещатель, где рекомендуют это делать в том числе МЧС. И кто справится с этой задачей впервые, получит от нас один такой для своих нужных. Леш, продолжай. Значит, от 10 рублей вся эта полезная штука стоит. Их есть несколько модификаций, но примерно принцип работы у них одинаковый. Они улавливают дым, да, который появляется, и срабатывает звуковая сигнализация. Но есть определенные моменты, которые стоит знать. Например, я не знал, что вот один пожарный извещатель, примерно в среднем, понятно, там есть разные модификации, он может обслужить 25 метров квадратных площади. Так, да. То есть на одного, на комнату вполне хватает. За глаза. Во-вторых, как он работает, мне тоже было интересно, я имею в виду физически. Он работает от батарейки, зачастую это небольшая крона, которая вставляется в извещатель, и работает он на этой одной кроне порядка одного года. Неплохо, неплохо. То есть вы зарядили, повесили. И забыли на какое-то время. И до следующего нового года. Но если вдруг батарейка начнет садиться, то большинство оборудованы специальным таким индикатором, который загорается и таким образом дает понять, что, соответственно, все, ребят, пора перезаряжать извещатель. Кстати, когда-то у меня был будильником. У нас тоже дома есть такая штука. Будильником? Да, я тебе сейчас расскажу. Я не прикрепила его к потолку, я просто положила его в тумбочку. Ну, прошел, соответственно, год. Батарейки там, видимо, начали разряжаться. Понятно. Как начал он орать в 5 утра. И то есть у нас у всех был комфорт. Штука действительно нужная. Кстати, орет довольно-таки громко. Очень громко, я подтверждаю. Порядка там не менее 95 дБ у некоторых доходов. И услышите не только вы, но и ваши соседи гарантированно. Первым, кто прислал правильный ответ, был Иван. Наш слушатель с последними цифрами номера 099. Он написал, что в жилых комнатах под перекрытием или подвесным потолком, имеющим сплошную конструкцию на расстоянии не менее 10 сантиметров от стен. Скопировал из интернета. Все понятно, но сделал это первым. Поэтому, Иван, поздравляем вас. Молодец.